МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. И я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Выборы от и до. Какие результаты принес единый день голосования? Вкусные вопросы. Глава Чувашии посетил канашский рынок. Сказочная палитра. В Чувашии проходит фестиваль национальных молодежных театров и тюзов. Завершились выборы в Государственную Думу России и Государственный Совет Чувашии сейчас на всей территории страны подводят их итоги. Кое-где результаты могут быть отменены из-за серьезных нарушений. В Чувашии же, наоборот, все отмечали, что избирательный процесс прошел достаточно спокойно. Хроника выборного дня в нашем выпуске. В этом году участковые избирательные комиссии начали работу в 7 утра. Час до начала голосования был отведен на подготовку помещения и необходимого реквизита. Все это проходило как раз-таки при нас. Мы сидели, наблюдали за этим. Время было, по-моему, без десяти. Начали опечатываться урны. Они были пустые все. Потом начали опечатываться переносные, ну вот эти вот ящики. Тоже были все прозрачные. Как всегда, самая активная часть электората караулила открытие избирательных участков. Первые бюллетени опустились в урны для голосования уже в 8 часов 5 минут. Причем, как отмечали члены участковых комиссий и наблюдатели, люди приходили в хорошем настроении. Это выбор времени для своих детей, внуков. Поэтому я сегодняшний день считаю как праздник. И призываю всех шорфистских и других избирателей прийти сюда и высказать свои мысли и свое мнение. Ожидаю, где жизнь должна меняться в сторону, в лучшую сторону. Потому что мы живем с верой, что завтра будет лучше. Великая Россия во всех областях должна остаться великой. Сегодня у нас в Российской Федерации и Чувашской Республике большой праздник. Все граждане Российской Федерации и избиратели выбирают депутатов Государственного Дома Российской Федерации. Чувашская Республика проходит также выборы в Государственный Совет Чувашской Республики. Наша задача обеспечить открытость, прозрачность этих выборов. Одними из первых поспешили на участки руководители Республики, города, депутаты. Для них участие в выборах – подтверждение намерения четко следовать намеченным курсам. Мы формируем новый состав Государственной Думы. И от того, какой состав это будет, во многом, мне кажется, зависит развитие ближайшие пяти лет. В том числе, я думаю, что нам нужны верные помощники курса президента нашего Владимира Владимировича. Тем более, международная обстановка очень непростая. Поэтому люди, которые должны быть в Государственном Думе, на мой взгляд, должны быть очень ответственными и, конечно, в первую очередь, патриотами. К полудню явка составила почти 30%, в некоторых районах даже больше. Началось голосование на дому. Кроме того, выборы прошли и на 15 закрытых избирательных участках в СИЗО и других учреждениях. К 18 часам явка превысила 50%, при этом наблюдатели, которых в Республике было около 6 тысяч человек, отмечали. Каких-то серьезных нарушений нет. Процесс голосования идет в штатном режиме. К 20 часам проголосовали почти 60% избирателей, внесенных в списки. Явка в Чуваше заметно превысила среднероссийский показатель. Начался самый ответственный процесс – подсчет голосов. Но прежде на всех участках погасили неиспользованные бюллетени. Это самый любимый момент всех телевизионщиков. По окончании избирательного дня в штабах партии участницы выборов проводили разбор полетов, делились впечатлениями. По мнению большинства, выборы прошли спокойно и без особых нарушений. То, что легитимность выборов соблюдена, это главное. Потому что легитимность важнее процентов, которые мы узнаем по итогам подсчета голосов. Сегодняшний день он показал достаточно ровную, скажем так, день голосования. Он был, то есть, не особо таких, скажем, сильных нарушений не зафиксировано. В единый день голосования активность избирателей в Республике зафиксирована выше, чем в среднем по России. В целом, выборы прошли открыто и прозрачно, отметил глава Чувашии Михаил Игнатьев на очередном совещании с правительством Республики. К утру стало ясно, Единая Россия в Чуваше одержала убедительную победу. Причем как на выборы в Госдуму, так и в Государственный совет. Результаты тем более важны, что были достигнуты в конкурентной борьбе. Выборы прошли открыто, прозрачно, ровно, стабильно. По легитимности проведенных выборов, вообще, к кандидатам к политическим партиям, можно сказать, никаких значимых вопросов по содержательной части нет. Участковые избирательные комиссии утром продолжали свою работу. К началу совещания обработано около 90% протоколов. Общероссийская тенденция в Чуваше прослеживается отчетливо. Что касается результатов, Михаил Васильевич озвучил, у нас по партийным бюллетеням результаты почти изрекальные. Единая Россия и там и здесь в районе 52-53%. Остальные три партии, парламентские партии, это КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, балансируют в диапазоне от 10 до 15%. Михаил Игнатьев поздравил кандидата в депутаты Госдумы России Леонида Черкесова. По тем предварительным итогам, которые мы имеем, Леонид Ильич, можно вас поздравить, предварительно говорю, с победой. Можно сказать, уже по тем итогам, которые я цифру рассмотрел, вы уже депутат Государственной Думы Российской Федерации. Сегодня же члены правительства рассмотрели итоги работы промышленного комплекса за 8 месяцев текущего года. Темп роста превысили 12%. Показаны неплохие результаты. 116 миллиардов рублей отгрузка, это на 14% выше уровня предыдущего года. Вместе с темпами роста увеличивается и производительность труда, тоже показатель для нас очень важный. Темпы роста 20%. Доля прибыльных предприятий в промышленном комплексе составляет более 71%. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. По предварительным данным на выборах в Госсовет, победу в одномандатных округах одержали представители Единой России. За них отдали свои голоса более 50% избирателей. Сегодня в региональном исполкоме прошла пресс-конференция, на которой участники выборной кампании поделились своими впечатлениями. Усталые, но довольные – так выглядели участники пресс-конференции. Секретарь регионального отделения партии Николай Малов отметил, что выборы прошли легитимно, открыто и прозрачно. Сейчас для эффективной работы нужно не считать количество мест, а объединиться для решения общих задач. Я надеюсь, что все наши политические оппоненты, а другого, думаю, у нас варианта и выбора нет, всем вместе консолидироваться вокруг руководства республики, вокруг нашего национального лидера Путина Владимира Владимировича. Ну и, соответственно, все эти цели и задачи, которые сегодня стоят перед нами, их нужно выполнять и идти к ним. В Госдуме Чувашию уже точно будут представлять два единоросса – Алена Аршинова по партийному списку и одномандатник Леонид Черкесов. 46% избирателей поддержали на выборах главу столицы. Новый, седьмой созыв в Государственной Думе соберется уже в начале октября. Тогда же депутатам Чебоксарского городского собрания предстоит выбрать и нового главу города. Ужна быть преемственность. Команда администрации, которая создавалась за эти годы, мы видим, что она работала без потрясений, работала на результат, работала эффективно, работала честно. И, конечно же, сложилась команда, мы говорим, что команда депутатского корпуса, команда администрации, и только вот эта слаженная работа давала результаты. И мне очень хочется, чтобы и в дальнейшем эта слаженная работа, которую мы налаживали годами, к которому шли и которая давала эффективный результат работы, она также сохранилась. Более 700 встреч за эту предвыборную кампанию провела Алена Аршинова. Их результаты легли в основу партийной программы «Чуваша регион комфортного проживания», которая стала продолжением федерального документа «Слышим людей, сможем сделать». Мы вместе сегодня радуемся победе, но точно так же вместе мы будем отвечать за те обещания, за те положения в программе, которые мы прописали, и вместе работать над достижением результата. А результат для нас это не процент полученных голосов результат – это удовлетворенные жители республики, которые видят, что их проблемы решаются. Работать над выполнением наказов – первое, за что возьмутся избранные депутаты. У меня перед глазами сегодняшний мальчик, которому всего 12 лет, Данил, который подошел с утра и сказал, Инна Славовна, я слышал, как «Единая Россия» набрала голоса, скажите пожалуйста, а кто из других партий, сколько набрали голосов? Я ему задаю вопрос, а за кого бы ты голосовал сегодня? Он говорит, за «Единую Россию». А почему? Я просто видел план градостроения на 2020 год. И вот я поняла, что ему через 5 лет будет 17 лет. И наверняка он посмотрит в глаза и скажет, а это сбылось или не сбылось. Поэтому «Единая Россия» – это действительно партия дел, которые ждут уже не только взрослые, не только люди зрелого возраста, но и наши подрастающие поколения. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. С вами впечатлениями от выборов поделились и другие участники предвыборной гонки. Где мы работали, наши кандидаты активно, вот у Горчи-Боксары, допустим, вот пока по предварительным данным, в среднем процент голосующих было даже больше, чем в среднем по России. За что я благодарен избирателям, кто поддержал партию «Яблоко». Выводы будем делать, но вот лично для себя, допустим, я вот расстроен немножко тем, что все-таки до избирателя не удалось мне довести, что вот выборы у них единственная возможность влиять на власть. Та цифра, которую партия получила в ходе избирательной кампании, по итогам избирательной кампании текущего года, она, конечно, существенно ниже прошлых избирательных циклов. То есть в 2011 году партия получила 113 тысяч голосов в Госдуму и 115 тысяч в Госсовет. То есть получается порядка 50 тысяч голосов мы недополучили, так же, как и, кстати, коммунисты. То есть это вот, да, недоявка, если так можно выразиться, которая случилась в этом году. И здесь, на мой личный взгляд, это прежде всего дело в нас, то, что мы не смогли убедить нашего избирателя прийти, проголосовать и тем самым поддержать нас для того, чтобы мы в дальнейшем решали те вопросы, задачи, которые вот этот избиратель перед нами ставит. Результатами довольны. Больше всего опасались того, что люди, избиратели, так скажем, будут доверять тому, кто больше вливает денежных средств в избирательные округа. Но, как оказалось, избиратель у нас со временем становится действительно более грамотный и смог распознать, кто и для чего идёт, в общем-то, во власть идёт депутаты. У исполняющего обязанности министра культуры Чувашии Константина Яковлева официально убрали приставку ИО. Константина Яковлева назначили на должность министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии. Этот указ сегодня подписал глава республики Михаил Игнатьев. Исполняющим обязанности министра культуры Яковлев был почти год. На должность его назначили 7 октября прошлого года. До этого дня Константин Яковлев руководил Чувашской национально-культурной автономией и возглавлял Ассамблею народов Татарстана и тесно сотрудничал с Чувашским национальным конгрессом. Глава Чувашии взял на карандаш просьбы жителей Канаша. Во время рабочей поездки в муниципалитет Михаил Игнатьев посетил местный рынок и пообщался с покупателями. Этот торговый павильон на территории рынка был возведён в прошлом году. Сейчас здесь безвозмездно предоставляют места сельхозпроизводителям. На прилавках большой ассортимент овощей, мяса и мёда. Продавцы пожаловались Михаилу Игнатьеву на низкую закупочную стоимость молока. Глава республики отметил, что цена одного литра сейчас превышает 15 рублей. Властям муниципалитета поручили разобраться в ситуации. И кроме того, в ближайшее время благоустроить территорию перед ярмаркой. До конца этого года в Канаше намерены начать ремонтные работы и по другим адресам. Планы на перспективу, строительство новой школы, рекультивация городской свалки и модернизация очистных сооружений и инженерных сетей. Инженерные сети, почему мы включили, их надо. Вот по программе моногородов мы отчистные канализационные сооружения сделаем. Но мы ещё понимаем, если вот Владимир Александрович докладывал, износ 70-й сутская процента. Источники финансирования, это в первую очередь фонд развития ШКХ, инвесторы. И мы в этом направлении работаем. Мы в течение пяти лет, четырёх уже лет, мы взяли для себя миссию о том, чтобы преобразить совершенно воной город Канаж, сделать совершенно иное. То есть это три проекта. Первый – это проект, связан, Михаил Чирисович сказал уже о глубокой переработке зерна. Колоссальный проект, вы в нём сейчас убедитесь тоже. Второй проект – это индустриальный парк, где на сегодня уже подписано 15 соглашений с резидентами. В двух районах Чувашии отменили карантин по африканской чуме свиней. Уменьшены размеры второй угрожаемой зоны. Это города Аллатырь и Шумерля, а также Аллатырский, Батыревский, Вурнарский, Бресинский, Комсомольский, Порецкий, Шумерлинский, Шамуршинский районы. По ветеринарно-санитарным правилам на этих территориях в течение шести месяцев запрещается вывоз свиней, продуктов животноводства, не прошедших промышленную тепловую обработку. Также нельзя закупать свиней у населения. Комплектовать хозяйство поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разрешено только через год после отмены карантина. В свободных помещениях, где не было свиней, можно содержать другие виды животных, включая птиц. Даже в хорошо знакомой местности можно потеряться, предупреждают в поисково-спасательной службе ГКЧС Чувашии. Сейчас пора активности грибников. За две недели осени уже было несколько потерявшихся. 62-летний пенсионер на днях потерялся в лесах за Волжье. Мужчина отправился за клюквой к озеру Кагаяр и не смог найти дорогу обратно. К счастью, у пенсионера был с собой сотовый телефон, и он смог сообщить спасателям о том, что заблудился. Спустя четыре часа поисковики нашли потеряшку. Мы использовали специальные средства связи, которые имеются у нас. Таким образом мы вводим поисковые работы. 18-го уже в районе между Марпасадом и Новочебоксарском в лесу заблудилась семья, муж, жена и ребенок. Они собирали грибы и заблудились. И вышли к реке Цивиль. Позвонили на спасательную службу. Наши на спасательном судне на лодке подъехали и доставили на берег, на спасательную станцию, дальше отправили домой их. Я бы попросил всех граждан не потерять длительность. С собой всегда иметь место расположения карты. Второе, иметь всегда при себе связь, сотовый телефон. Конечно, желательно, если вы идете в незнакомые местности, всегда приборы в виде компаса, чтобы определиться, где вы находитесь. Ну и есть народные приметы, которые определяют сегодня, пользуются граждане. Это расположение мха на деревьях. Есть квартальная щетка лесного хозяйства. Если вы шли в квартальную столбу, пожалуйста, читать надо уметь. Написанные на столбах цифры. Тогда мы можем определиться, где вы находитесь. В Чувашии открылся фестиваль национальных молодежных театров и Цюзов «Сказочная палитра». В течение недели свои спектакли представят гости из Казани, Яшкаралы, Ульяновска, Саранска. В России подобных фестивалей еще не было. Поздравить вас с открытием! Идея организации фестиваля зрела давно. Инициатором его проведения стал Чувашский театр юного зрителя. Спектакли будут играть на национальных языках – чувашском, татарском, марийском, синхронным переводом на русский. На фестивальных встречах обсуждают проблемы, которые есть в каждом театре, а их немало. Это и вопросы создания пьес для детей на национальном языке, подготовка кадров, которые владеют языком, и традициями национальной культуры – режиссеров, композиторов и артистов. Но главное – у зрителей появится уникальная возможность окунуться в волшебный и самобытный мир разных народов. Думаю, что фестиваль войдет в традицию. В традицию, если нижегодно, хотя бы раз в два года нужно проводить такие мероприятия. Они очень полезны. Они очень полезны, как я уже сказал, и артистам, и режиссерам, потому что увидеть, как работают другие театры, другие национальные театры, другие режиссеры с своими почерками, с своим видением. И поэтому, поэтому думаю, что праздник состоится. По мнению театрального критика Ирины Мягковой, мы живем в то время, когда наблюдается падение нравов. А фестиваль – это возможность приобщить людей к лучшим традициям и вернуть утерянную духовность. Если удастся сохранить этот фестиваль, то он может вырасти в какую-то очень серьезную акцию не только для Чуваши и близлежащих народов, но и в масштабах всей страны. Театр юного зрителя представил волшебную сказку «По следам первоптицы». Ее премьера состоялась еще в 2012 году. На фестиваль спектакль был выбран не случайно. В нем объединилось все богатство, которое накопилось в чувашском традиционном искусстве, в словесности, сказках, песнях, сказаниях, загадках. За увлекательными приключениями главного героя скрывается глубокое знание и о мире, и о человеке. Идея этого спектакля, этой пьесы – выявить то, что хранится в нас в глубоко запрятанном виде. Мы сегодня, обращаясь к мифологии нашей, мы можем находить там ответы, как нам сегодня жить. Я думаю, что после просмотра этого спектакля должно оставаться такое светлое ощущение в возвращении к своим корням. Или хотя бы пробудиться интерес к своему. После фестивальных показов пройдет открытое обсуждение спектаклей с участием приглашенных театральных критиков, по итогам которого жюри выявит победителей в номинациях на лучшие роли, режиссуру, драматургию и сценографию. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. На этом выпуск завершается. Все программы и новости доступны на нашем сайте ntrk21.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин